Всем привет, дорогие друзья! Это Сова, и на нас опять напали! На нас опять напали, короче говоря, всё здесь разломали, сволочи и гады. Я-то какое-то время не играл, сейчас я попробую вспомнить, что я хотел. Сейчас мы только 2х скорости поставим. По-моему, я хотел накрафтить себе всякого и, соответственно, начать что-то полезное уже делать. Вернее, попробовать, может быть, кого-то убить и что-то отвоевать. Для этого мне нужен был мифрил и всякие другие прикольные вещи. Кстати говоря, вот это тут надо подрубить. Собрать здесь урожайчики, короче, подрубить всякие кристаллички и прочую другую ерунду. Надо только людей вытащить отсюда. Хотя, может быть, и не надо было пока. С другой стороны, одного Таркан, по идее, должны убить. Хотя, может быть, и нет. Но если они будут убегать, то, в принципе, должно быть норм. Да, но для тех, кто только что подключился, играем мы на максимальной сложности. Сложности это по-русски. Поэтому убивать здесь могут чуть ли не с удара. И, в принципе, регулярно это делают. Поэтому мы, в принципе, будем делать, скорее всего, упор на рейнджевичков. Потому что не рейнджевичков здесь очень быстро губят. Не, ну, в принципе, здесь есть еще какие-то интересные вещи, которые пока еще не изучены. Возможно, на них мы тоже что-то сможем сделать. В общем, посмотрим. Это было еще до того годом, когда добавили книжки различные. Поэтому прокачать все хп мы не можем. Это старая такая тема. Так, ладно. Надо что-то сделать. Что я хотел делать? Надо кого-то чем-то укомплектовать. Начнем мы, наверное, с магов, я так думаю. Сейчас я еще раз посмотрю, нет ли здесь каких-то нужных мне вещей. Так, тут всякие декоративные вещи. Так, это тоже декор. Нет ли здесь чего-нибудь, на что можно прямо потратиться из интересного. А вот это же такое. А что дополнительный склад такой дорогой? Так, ладно. Пойдем дальше посмотрим. У нас, соответственно, хранитель душный. Понятно. Можно сделать еще тотем, кстати говоря. Тотем стоит всего одну золотую. Можно напокупать себе тотемы, хоть жопой жуй. Настроить себе огромный-огромный дом. В принципе, что бы этого не сделать. Дайте реально купим себе, не знаю, несколько тотемов. Пусть они у нас где-то лежат. Так, поехали дальше. Горшочки с золотом. Короче, надо себе сделать, чтобы у меня добыча золота была охрененская. Так, тыква. Короче, это все для красоты. Так, ладно. Здесь у нас тоже ничего интересного нет. Здесь у нас скелет тираннозавра. Старый алтарь зло. Шкаф. Это что такое? Магический трон. Повышает навык воина на три пункта. Круто. Так, дайте посмотрим, что-то еще есть. Так, ванна. Навык пловца. Так, навык пловца. Это у нас повышает скалолаза. Так, это у нас мельника повышает. Ну, короче, здесь все. Все есть, что что-то повышает. Так, это что такое? Так, опять пловца. Так, это что такое? Опять навык плотника. Навык плотника. Так. Навык охотника. Так, это навык мага повышает. Понятно. Ладно, хорошо. Так, роскошные кровати. Что-то еще у нас есть. Скалолаз. Шахтер. Так. Еще какая-то интересная тема. Может быть, здесь где-то и манна, кстати, найдется в итоге. Так, шанс упадения монет повышается. Так, это у нас, соответственно, еще штучки. Это тоже повышает шанс упадения монет. Якорь. Навык стрелка. Понятно. Ладно. Я хочу пока купить какую-нибудь интересную вундервафлю. Какого-нибудь мага себе надеть. Например, я не знаю. Шаляпы ведьмы. Они одинаковые, да? Они дают 20 брони и повышают навык мастерства магии. Какого-нибудь мага попробуем себе придумать. Например. Ну вот, сделаем себе, допустим, мага. И какая-то у нас там магическая палка есть. И может быть, мы еще что-нибудь интересное себе придумаем. А просто только что. Так, зелье воскрешения здесь можно купить. И за 20 мы ничего не купим. Можно купить кольцо мага. Но оно стоит 40. Короче, надо нарыть себе много этого самого. Нарыть себе много монет нужно. Так, кто-нибудь... Ладно, за тотемами у нас кто-нибудь рано или поздно сходит. Пока, в принципе, это не первая необходимость. Так, этих у нас кто-то остригает. И куда ты не можешь пройти. Хотя сюда и не надо проходить. Я вообще-то никого и сюда и не звал. Так, нам бы на кого напасть. Так, о, кстати, здесь есть книга скалолаза и щит веселого скелета. Можно скрафтить щит веселого скелета. Я так понимаю, что все, что там в магазине, и так можно скрафтить. То есть, рано или поздно мы магические эти шамы. Шапки тоже найдем. Так, флаг орков США здесь есть. Флаг Евросоюза. Что довольно весело. Так, что еще тут у нас? Рип. Так, здесь я что-то выкапывал. Ну, в принципе, можно еще подрыть. Возможно. Или попробовать на кого-нибудь напасть. Одно из двух. Так, а есть у нас хоть один маг, который уже маг? Чтоб не тратить на него. Нету. Так. Ну, давайте. Вот ты у нас с палкой ходишь, да? Ты у нас ходишь с палкой. Подождите, а я же вроде где-то крафтил, мне так кажется. Нет? Я был в полной уверенности, что я уже где-то магом-то я тебя сделаю. А где ж-то... Где-то тут я... А, он крафт. Я их не закрафтил еще. Все. Все вспомнил. Я хотел закрафтить, и в итоге не закрафтил. Сейчас мы найдем где-то тут волшебную палку. Вот посох шумана. Так. Посох шумана. Давайте скрафтим себе посох шумана. Один. Хотя я, блин, был точно уверен, что я уже скрафтил себе посох шумана. Ну ладно, не скрафтил, не скрафтил. У него пос. У него дальность шесть. И четыре цели одновременно. Еще усиливает навык мага. Мне кажется, это охрененно. Так. Так. Мы еще можем себе тяжелых луков закрафтить какое-то количество. Я думаю, что мы, наверное, закрафтим себе какое-то количество тяжелых луков. Так. Потому что луки это очень выгодно. Тяжелые. Мы их потом есть что разберем. Давайте закрафтим их себе штук пять. Для начала у нас десять гномов. Допустим, пять будет таких. И еще кого-нибудь надо бы в воина, конечно, превратить. Ну тут, как говорится, есть нюанс, как в том анекдоте. Алибарда. Так. Что еще мы можем сделать? Модернизированный колпак шамана. Но нам надо не шамана, а вот кираса веселого скелета. Для нее нужны лихитиновые доспехи. Они у нас есть? Они у нас есть, кстати говоря. Так. Ну давайте, не знаю, хоть закрафтим пока. Каких-нибудь воинов надо бы себе. Так, закрафтим все две, допустим. Ну блин, броня сорок, это охренеть сколько? Броня сорок, это охренеть сколько? Вопрос только, на кого мы, вернее, ее нацепим. Надо тогда какого-то воина себе ковырять. Так, косточки у нас еще есть. Ну давайте сделаем пока. Потом мы еще можем сделать щит веселого скелета. И еще какую-то хрень веселого скелета. Так, какой сюда нужен алмазик-то? Синий, вот этот. Так, надо еще алмазиков себе ковырнуть. Так, и такой хитиную хрень. Так, сейчас мы себе сделаем тогда вот такую вот штуку. Где-то у меня тут был щит. Вот он, щит веселого скелета. Но на нее нужны золотые слитки. На золотые слитки нужен уголь, а угля у нас нет. Понятно, ну ладно. Значит, надо бы отбить себе уголь. У нас тут есть где-то, где-то залеж. У нас тут есть бесконечная. У нас ее отняли, эту бесконечную залеж. Вот она. Так, вот она, бесконечная залеж угля. О, вон она, наверху. Нам надо, для того, чтобы ее открыть, нам надо убить вот здесь вот всех. Я как-то и сделал, непонятно пока. Ладно, сейчас они мне накрафтят кое-чего. Мы это оденем кое на кого и отправим кое куда. Так, сейчас у нас будет определенный набор тяжелых луков, палок. У нас будет кое-чего хотя бы для воина. Правда, щита. А может быть, какой-нибудь пока загадский щит сделаем. Такой какой-то слабенький прям совсем. Чтоб он хотя бы просто тупо был. Железный, например. Да, железный, мне кажется, мы сделать можем. У нас и... И вот это есть, правда, закончилось. И вот это есть. Так, и досочки есть. Что-то с ресурсами здесь плоховато немножко. Так, ну давайте себе забахаем еще щиточек. Так, может, если тогда какой-нибудь еще... Так, что бы еще сделать? Так, кераса, щиточек у нас есть. Так, что бы еще нацепить на воин, воинус должен быть бронированный. Потому что его прям... Так, железные ботинки. Да, потому что воины у нас прям будут постоянно бить. И, возможно, даже ногами. Так, щита веселого скелета не хватает. О, ладно, хорошо. Подождем пока. Так, пока мы ждем. Может быть, у нас кто-нибудь... О, кстати говоря, что это такое? Окна для стен. Для резных. Так, ладно. Подрежем тогда здесь немножко. И вот это бы тоже как бы немножечко подрезать. Раз у нас такое дело. Так, рельсы мы нашли. Хорошо, вот рельсы, походу, скоро пригодятся. Пригодятся. Судя по всему, рельсы скоро пригодятся. По крайней мере, все к тому идет. Так, слушайте, она здесь тут сверху еще не расчистила. Надо бы. Но уже сейчас не расчищу, походу. Так, ладно, мы продолжаем добывать отсюда деньги. И продолжаем. О, мифриловая кирка. Хорошо, что мы ее доды были, конечно. И она нам, может быть, даже пригодится когда-нибудь. Но не сейчас. Так, золотой щит нашли. Хорошо. Так, них шахтер нашли. Тоже неплохо. Так, серебряная руда. Так. Надо стоять. Надо куда-то напасть. Мы можем что-то здесь разграбить. А здесь, кстати, еще, по-моему, рунных доверей не доделали, если я правильно помню. Ладно, может быть, мы их еще найдем. Так, так, так. Карта сокровища. Батарея. Ух ты, медная. Класс. Повышает навык кузнеца на два пункта. Слушай, супер. Так, а что там нам нужно для того, чтобы наделать себе сейчас защитных тюрелек хоть сколько-нибудь? Так, и у нас вообще защитные тюрельки. Защитные тюрельки должны быть где-то здесь вроде как. Или здесь. Я все время путаю, где здесь что находится. Так, хранитель душ вижу. Так, деревянная башня. А может быть, здесь у меня, кстати, что-то есть полезное в плане маны? Нет, похоже, что нету. Так, черепорка. Дополнительный склад, который, кстати говоря, нужно сделать. Флаг только нет у меня. Так, а на башне нужно масло. Так, о, а масло я же теперь могу делать. От бутылочки еще пока не научился. Ладно, подождем. Так, стальные лестницы появились. Так, давайте, мальчики и девочки, ковыряйте мне вот это. И, наверное, пришла пора кого-нибудь одеть. О, воин. Кстати говоря, смотрите, у нас появился воин. Ну, раз у нас появился воин, так, ты у нас будешь веселым-привеселым скелетом в таком случае. Так, в танковом шлемофоне все как полагается. Щит почему-то не доделал для тебя, я смотрю. Так, мы тебе дадим лесенку. Чтоб тебе было веселее. Чем ты, правда, сражаться будешь, я не знаю. Потому что у нас тут ничего такого прям офигенного-то и нет. Алибарда только. Ну, ладно, алибарда, алибарда. Так, ты у нас будешь тогда так вот с алибардой. Может быть, я тебе дам еще прочный короб. И, допустим, пока, наверное, все. Так, ты у нас будешь таким вот типа танком. Так, теперь... А, вот кому я отдал вторую палку. Все, я понял. Я думал, кому я, блин, отдал палку. Точно ж помню, что была вторая. Так, значит, палка, которая не приспособилась. Вот у нас хорошо будет два мага. Так, ты у нас будешь кузнецом. Ну, давай тебе одну книжку мага, короче, сплавим. Ты у нас будешь кузнецом магом. Я тебе дам, чтобы тебя просто с одного удара не убило. Вот так вот как-то. А, хотя нет, у меня же тебе для тебя шапка есть специальная. Точно, точно. Я же тебе специально для тебя делал шапку. Так, навык мага у нас тут есть. И все, пока. Так, едем дальше. Хорошо, вот у нас есть два мага. Теперь так, тебе даем тяжелый лук. Так, у тебя палка. Так, тебе даем тяжелый лук. Тебе даем тяжелый лук. И тебе даем тяжелый лук. Так, у тебя тоже палка. У тебя тяжелого лука нет? Ну, ладно, пока хорош. Так, у нас есть X персонажей, у которых есть тяжелые луки, по крайней мере. Давайте посмотрим, на что они способны. Так, эликсир ледяной стрелы. Хорошо. Сейчас надо вот это вот раскопать. И попробовать заковырять вот этого товарища. Вот, э-э-э-э, так. Не вернемся. А умереть здесь не хотелось бы, если честно. Так, я так думаю, что, наверное, наверное, пришла нам пора забахать еще, может быть, нескольких дверей. Вот, межкомнатных, например. Так, несколько межкомнатных дверей. И сделать, например, еще пару каких-нибудь баз себе. Так, давайте заделаем 500. Так, 50. 5, господи, 500. 5 вот таких вот штук. Так, вот такую вот ерунду. И прибахаем себе, потому что у меня не хватает. Я никогда не строил больше одной базы, потому что не было смысла. Поэтому я вот не знаю, как сейчас это будет работать. Надеюсь, что это будет работать более-менее внятно. Так, мы можем заменить? Заменить мы ни черта не можем. Ну ладно, тогда я хочу, допустим, здесь вот как-то что-то ковырнуть. Так, я допустим. Сейчас мне эти крысы полезут, короче, все здесь воровать, 100%. Я, собственно, поэтому и не хотел ни хрена делать здесь, но придется. Так. А вот здесь вот мы сделаем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Особенно, чтобы здесь что-то сделать, надо еще... Блин, надо прихренеть. Я хотел здесь сделать, короче, трехуровневую такую требеденьку. Главное, чтобы нас не убил. Так, мифриловая труба. Ни хрена тут мифрила добывается, есть такие штуки можно делать. Так, давайте мы вот так вот забахаем и здесь сделаем, допустим, межкомнатную дверь. Тогда где-нибудь вот здесь мы можем поставить еще один тотем и надеяться, что это сработает. Так, давайте мы покончим с этими крысиными гнездами. Я надеюсь, что мои драконы будут мне помогать их убивать. Пока они все очень удачно распились, потому что с гнезд, на самом деле, дофига всего падает. Поэтому то, что они распятся и вообще все так у нас получается интересно, это неплохо. Но главное, чтобы они у нас не воровали еду. Так, значит, мы вот эту вот тогда стенку разрушать не будем на всякий случай. Мы тогда сделаем вот там еще один проход. Так, ну и что у вас? Не так-то с вами? Так, опять у нас все расширит. Давайте вот здесь тогда сделаем. Так, вот здесь у нас будет тогда проходик, допустим, вот так вот вниз. Здесь мы тогда все пока заделаем земелькой, вот так. Хотя мы можем сделать ее, в общем-то, и дальше. У кирка пещерных гоблинов ни хрена добыча. Вот это круто, кстати. Кирка пещерных гоблинов это охрененно. Только нужен хитин. Надо где-то добыть этот хитин, пока непонятно где. Так, да. Вы тогда ковыряйте. Так, мы можем, в принципе, идеально расширить вот эту территорию. Правда, не знаю, нужно мне это или нет. Еще мы можем выпустить вот отсюда, ребят. Но это тоже непонятно, хорошая-то мысль или не очень. Ух ты! Так, кольцо стрелка мы можем теперь делать. Короче, нам нужно очень много всяких разнообразных интересных ингредиентов. Так, сейчас крысы ломанутся ко мне. Все крысы, которые там толпами шарились, сейчас они ломанутся на нас. Вот так. Крысы опасны. Я смотрю, они больше всего напугали нашего воина. Мотать мы с них мясо нахреначили. Ну ладно, нахреначили, нахреначили. Так, у нас еще остаются крысы. И я даже не уверен, что надо нападать вот на этих ребят, хотя мне надо бы их расчистить, для того, чтобы они мне потом не мешали. Как-то мне надо их расчистить. Как их расчистить, пока я не знаю. Так, межкомнатная дверь. Ну давайте сделаем вот здесь вот межкомнатную дверь, пока что, которая у нас будет выходить сюда. И мы тогда сможем здесь спокойно полазить. Вот что делать с панелями, я пока не знаю. Нужны какие-то каменные панели, что ли? Даже хрен его знает. Так, у меня до сих пор не поставилась фигня. Так, давайте мы фигню тогда поставим где-то вот здесь. Будет у нас такой проход, и будет у нас здесь стоять такая штука. А здесь тогда мы, блин, надо только вот эту фигню тогда убить. Так, убить фигню, убить гнездо. Так, собрать вот это вот. Так, крысу мне давайте тоже загубите. О, так, теперь загубите гнездо. Да, гнездо опасное. Так, теперь забирайте отсюда все, что здесь есть. И так. Ну да, и мы это все просто заделываем. Так, мне кажется, нормально. Вот с этими только опасно, не значит, что с ними делать и как от них избавиться. Так, синий кристалльчик возьмем, и мне нужны, блин, уже склады дополнительные. Мне нужны склады где-то уже вот здесь. Так, а дополнительный склад у нас делается и где он вообще? Здесь прям явно не хватает поиска. Вот он, дополнительный склад. Так, он делается из верстака и флагов, а флаги мы пока делать не умеем. А верстаки? Верстаки умеем, флаги еще пока не научились. Верстаки у нас делаются из деревянных столов, которых мы можем пока пар десятков забахать, пусть будут. У нас тут как раз поспили ягоды, древесины и прочая другая фигня. можно ее собрать. Так, нормально. Ну ладно, эту дырку мы заделали. Так, межкомнатная дверь у нас есть. Сюда сейчас надо поставить еще одну такую дребедень. И... и теперь она типа конфликтует одна с другим, да? Угу, я понял. Хотя на самом деле не понял. Так, они объединились, значит, получается, да? Комфорт 0. так, не, ну получается тогда, что они объединились, слушайте. Ну-ка, ну-ка, сейчас, куда она идет? Да нет. Как ставить их вместе? Вот, это для меня большой вопрос, потому что я это никогда не ставил, поэтому непонятно. Так, ну давайте, допустим, допустим, так, заменим задние блоки. Это же явно прибавит нам дополнительного комфорта. Так, заменить задние. Или я, в принципе, не могу соединять вот эти вот вещи. Так, заменить задние блоки. Так, у нас все закончилось. Так, ну давайте просто заменим. Пока для начала сделаем вот так. Заменим задние блоки и поставим здесь, соответственно, свет. так уже будет повеселее. И заодно посмотрим, насколько это работает, да работает ли это вообще. Так, пока у нас такое дело, мы можем себе немножко куда остричь дополнительно овечек. Так, остричь, остричь, остричь. Так, и вот это тоже остричь. Нормально. Так, ну видимо нельзя так близко делать. Я думал, что можно, но нет. А что вот так вот будет, если я вообще их тупо поставлю невозможно поставить здесь. Вот здесь возможно. Если я вот возьму и тупо поставлю их вот так вот рядом. К чему это приведет? Сейчас посмотрим. Потому что здесь хорошо есть дверь, она типа отделяет. Может быть, межкомнатными дверьми нельзя отделять две зоны друг от друга? Такое, кстати, тоже может быть. Ну-ка, она лишь межкомнатная в конце концов. Да, неучаствующая продлиния границ дома. Все, все, я так и думал. Я так и думал, неучаствующая продлиния границ. Так, нам, значит, нужна дверь замком, чтобы у нас все заработало. Тогда получается так. Все, я понял, где я налажал. Так, давайте берем то другую. То есть, межкомнатная дверь это просто для красоты. Так, значит, мы тогда удалим межкомнатную дверь. Вот это стоять тогда мы не будем. Так, межкомнатная дверь. Она, во-первых, для красоты, а во-вторых, она соответственно, чтобы туда не пробирались всякие уроды, я так думаю. То есть, так чисто гипотетически мы можем поставить межкомнатную дверь вот сюда, удалить отсюда факел и сверху, допустим, поставить какую-нибудь деревянную панель. Наверное, я так думаю. Мы можем, кстати, деревянных панелей штук 60 еще всегда делать. Так, ну-ка, давайте-ка тогда так попробуем. Сейчас я хочу понять, как мне строить две базы рядом, чтобы они располагались. Так, заменить задние блоки. Да, мне очень нужен склад. Мне прям очень сильно нужен склад. Большая печь это хорошо, но мне нужно не это. Мне для того, чтобы у меня все заработало, нужно уметь делать флаги. Еще мне нужно уметь делать бутылки и прочие другие вещи, которые я пока делать не могу. Так, вот теперь, по идее, он участвует в определении границ. Вот, теперь нормально. Правда, комфорт все равно почему-то 40%. Был вроде норма, хотя нет, кстати, такой, наверное, и был. Так, а здесь комфорт по-прежнему ноль. Почему здесь комфорт ноль, кстати, непонятно. Возможно, потому что нет ничего из этого. Ну ладно, главное, что вот с этим все нормально. А, подожди, у него дырка здесь, у Капши, у него здесь дырка. Так, у кого-то здесь указана дырка. Вот это да, почему? Ну давайте мы ее заделаем, конечно, но вообще эта дырка-то не должна быть. Ну ладно, дайте ее забаррикадируем, ладно, мне в принципе не жалко, но почему-то почему-то так работает, не ясно. Так, давайте тогда сюда поставим и сюда поставим. Так, ну-ка, заделай мне кусочком дерьмища вот эту фигню. Так, и еще один кусочек дерьмища мне нужен. Может быть, из-за этого он говницем? А, я все понял, почему-то говница. все, все, потому что здесь же я поставил точно такую же дверь, дебил. Так, хорошо, ладно, ударим мешком эту дверь. Все, сейчас все будет норм. Ударим мешком и поставим туда обычную. Тогда все будет хорошо. Ну, кстати говоря, вот эту фигню все равно надо заделаться. Нам это не нужно, потому что будем через дом ходить, нам так ближе. Так, вот сюда можно тогда поставить сверху. нельзя поставить. То есть мешком эту дверь сюда поставить можно, а эту фигню нельзя. Да, странно. Ну, ладно. Нельзя и нельзя, как говорится. Так, все, дверь мне удалили. Так, сейчас мы ставим все нормальную дверь, и у нас тогда получается еще нормальный кусочек жилища. Все, с этим разобрались. Теперь надо бы на кого-нибудь, конечно, напасть. Только через 16 минут на нас на самих нападут, поэтому не знаю, насколько эта мысль хороша собой. Блин, вот сюда бы хоть попасть, но здесь... А давайте мы проведем, собственно, тест-драйв. Вот у нас здесь есть скелеты. В принципе, если с кем и сражаться, то с ними. Тут все рядышком, тут все как бы хорошо. Так, вот мы еще дверку поставили. Вот, сразу комфортик повысился. Все нормально. Так, еще у нас осталась одна штука вот здесь. Ну, окей. Так, теперь бы мне напасть вот на этих ребят и убить их желательно бы как-то. И вот с этим будут вопросы, потому что их надо как-то отковырять. Тогда мы здесь сможем сделать подвальное помещение и вообще всячески интересно располагаться. А в следующей серии тогда пойдем куда-нибудь вниз искать какую-нибудь руду, например. Я даже не знаю, чем будем заниматься. Так, ну-ка, подруби мне вот здесь вот все. Может быть мы когда какой-нибудь рецепт найдем. Так, каменный бойница. Хорошо. Ну, давайте еще посмотрим. А, мы не можем это срубить. Так, а вот это сможем? Вот это сможем. Но это сможет срубить только специально обычный человек, который есть лестница. Так, есть у нас такой человек здесь? У нас такой человек должен быть. Блин, а если здесь такого не будет, тогда сюда надо будет идти. Ну, ладно. Тут вот этот вот хрен с булавой, по-моему. не, это не опасный или опасный. Короче, один из них будет нас убивать с ударом. Если мы не убьем его. Вопрос только кто из них. Так, все. Ставим тогда х1, потому что сейчас будет жопа. И бежать. Нет, так, пока живем, короче. А, этот, он вообще один пришел. Ну, смотрите, как он даже танкует. Танкует, смотрите. Прямо его даже не убивают сразу. Ладно, тогда, может быть, мы можем даже отставить панили. Смотрите, воин танкует. Воин, красава. А из этой штуки кто-нибудь высунется? Еще один. Смотрите, жизнь-то налаживается, ребята, жизнь налаживается. Так, жизнь налаживается, только если я сюда подойду. Блин, здесь очень много сокровищ, из которых по-любому что-нибудь интересное-то вылезет. Так, я тебя, наверное, трогать даже не буду, да? Да, я смотрю, у тебя и так все хорошо получается. Очень хорошо. Так, все, не вмешивайся. Главное, шпайни вылезли. Стрелять можешь, вмешиваться не надо. Так, ладно, магов, короче, качаем. Маги хороши. Ну, может быть, не ты? И, может быть, не ты? Все, пиздец ей. Не, живет еще пока, смотрите. Да, магов надо качать. Магов надо качать, и для этого, вообще надо всех качать по профессиям, но для этого нужно поставить эту фигню. Заебись, кто-то ушла-то, что-то не добила. Блин. Так, теперь ту саранину еще добивать надо будет. Иди добивай теперь. Ловите его, он сейчас куда-нибудь убежит и наделает здесь делов. Еще куда-нибудь прокопайтесь, какое не надо. Ловите его. Господи, что же делать у вас столько всяких возможностей. Так, отлично. Ну, теперь вопрос, знаете, в чем состоит? Послать мне, ребят, на убой, или пока не надо? Потому что вот здесь нам явно дадут звезды, такой прям веселый, такой красивый, и звезды дадут прям, прям вообще как надо, чую. И плюс на нас еще будет нападение сил ада через какое-то время. Но надо все равно попробовать напасть. Я думаю, так, давайте мы тогда зарубаем вот это все, может какой-нибудь что-нибудь рецептик интересный получим, и потом пойдем тогда на сил ада нападать. Нам надо попробовать зарубить их в поисках чего-то полезного, просто выйдут отсюда зомби, и будет мне очень нехорошо. Поэтому надо как-то успеть что-то сделать, или может быть просто успеть разграбить и ничего не трогать. Гаргули здесь нет, поэтому горгули в принципе можно не бояться, но зомби бояться нужно. Ну что, ребята, давайте мы с вами тогда попробуем отсюда что-нибудь украсть. Заебись. Нет, не попробуем бежать. Так, кто у нас? У нас один тяжелый. Короче, эти ребята как-то стрелять продолжают. Еще и зомби вышли. Пу-пу-пу-пум. Так, ну хорошо, ладно, теперь мы знаем, что ходить туда было плохой идеей, теперь мы еще хера лысого отсюда заберем свое. Вообще, это целая исковая операция, потому что утопить зомби нельзя, и скелетов. И как теперь сделать, тоже непонятно, потому что убивать их будут прям моментально. вот этот вот залп лучников и все. Надо тогда всех одевать в мифрил, для того, чтобы их не убивали с выстрелом и хотя бы успели убежать. Потому что сейчас их убивают именно с выстрелом. Да, не задалась идея моя. Хорошая была идея, не очень, конечно, но такая, средненькая была идея, но не получилось. Так, ладно, давайте мы тогда вот здесь вот опустимся пониже. Немножко вот здесь вот сроем. Так, и вот это заодно. Так, и доразберем всех оставшихся рецептов, чтобы нам потом было попроще жить. Давайте тогда вот так сделаем. Переждем нападение, закончим серию, а в следующей серии тогда пойдем либо за мифрилом, либо еще за чем-нибудь. Надо, короче, брони одеть. Просто, чтобы они хотя бы от залпа лучников сразу не дохли. Зомби здесь дофига, и здесь будет еще больше. Я надеюсь, что здесь сокровища нормальные лежат, потому что я не знаю, что там теперь лежит в этих сундуках. А еще вы, ребята, сюда не идете, простите. Я что-то не понял. Здесь же есть дверь, и она как бы открытая. Так, вообще не понял смысл. Из-за этого, что ли? Их прям что-то тормозит, я только не понимаю, что. Ах, блядь, я же забыл, я же их закрыл в доме, все. Придурок! Вот придурок. Так, ладно. Сам закрыл их в доме, сам возмущаюсь, что они никуда не идут. Да. Точно, мы же спасались от этих ребят, ранее какахи. Так, давайте тогда срубаем еще вот так вот слой. И срубаем слои вот здесь. Так, здесь у нас опять же лучники, флаги и прочая другая ерунда. Так, ладно, ищем пока рецепты в таком случае. Книг кузнеца. Так, колесики нашли. Хорошо. Так, бочки. Так, а туда, походу, никто долезть не может, да? Так, тогда вот так надо сделать. Так, мифрилы броня нашлась. Хорошо. Так, мифрилы броня, это неплохо, действительно. Так, а здесь можно тогда будет добыть воды. Я думаю. Так, давай сделаем вот так вот, чтобы здесь можно было добыть воды. Так, все, чуваки пришли сюда. Молодцы. Так, ладно, ждем тогда через 2 минуты нападения. О, что я могу делать? Подожди, железную руду могу делать? Стоп, 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 а где это было? Я что-то проворонил такую тему. Я из камня могу делать железную руду? О, я могу еще подождите, я могу уголись что-то делать? Железную руду могу делать путем выплавки из камня? О, слушайте, это интересно. Так, понятно. Значит, нам нужно сжать же камни в таком случае, раз тут такие интересные штуки теперь делаются. Я что-то даже сразу не осознал, насколько это интересная возможность. золотой шлем, хорошо. Так, здесь у нас что? Модернизированный шлемофон. Так, дает нам 22 брони, между прочим, очень неплохо. Так, давайте тогда подрубим еще вот эту часть. Так, отсюда на нас выйдет, соответственно, зомбяк сейчас. Не зомбяк, вернее, скелетик. Так, вычерпывайте давайте эту воду и вместе с водой давайте вычерпывайте вот эту вот нет, дальше на... А нет, пока можем, пока можем. На камень можем разобрать вот это и тогда получить себе кучу железной руды отсюда. Практически на халяву. Можем, конечно, просто камень найти, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это вот опасно. Это, это с ударом бывает. И этого не подходя бить. Естественно, подошел. И этот убьет с удара, к этому подходить не надо. Так, все, из него еще монетки выспались, отлично. Так, кольцо ускорения, теперь монеты ускорять на 30%, это надо воина сделать. Наверное, хотя там такой же, наверное, и для воина есть отдельно. Так, ребятки, ковыряем, продолжаем все ковырять, не отлыниваем. Не отлыниваем, продолжаем ковырять. Так, что у нас тут еще? Эльфийская броня, отлично. И на нас напали. Ну, я так думаю, что, наверное, пора прятаться уже. Так, здесь куча зомби. Кстати говоря, они туда уйдут, будет потом попроще. Но с лучниками все равно что-то надо будет делать. Попроще не попрочнее, а лучники это печаль. Так, все, злобоглазька идет. Так, давайте-ка прячемся по норам. Переживаем эту атаку. На следующей серии тогда уже пойдем дальше. Так, куда можем пойти дальше? Можем, в принципе, пойти добывать здесь всякие мифрил, хренофрил и прочую другую ерундень. Можем из камня начать ее делать. Тоже, кстати, неплохая мысль. Возможно, мы этим займемся. Так, и можем мы, кстати говоря, пойти, наверное, вот эту злобоглазу убить. А нет, он сюда не пошел. А наверх я выходить не хочу за ним. Сейчас, если пойдет, мы на него можем напасть. Если не пойдет, то ну его в жопу. Не, он сюда не идет. Ну ладно. Можно было бы, конечно, здесь пост поставить, но мы уже так пробовали. Делать и ни хрена хорошего это не дало. С этими самыми, с катапультами. Катапульт, в принципе, неплохой вариант, на самом деле. Так, ну-ка стреляйте по нему, пока он не сломал здесь ничего. Ну, неплохо получилось. А где сейчас получится плохо? Вот дерьмо. Сейчас нас здесь похерачат. Так, все, кто может бежать, убегайте. Потому что похерачат сейчас 100%. Там еще и лучники бегут. Хотя, нет, слушать, нет, одного убили. А просто это был, главное, чтоб не маг. Так, магов будет жалко. Так, может быть, злобоглаз тогда успеем добить? Ну-ка, посмотрите. Хотя, может быть, это была херовая мысль. Хотя, может быть, под прикрытием драконов и норм. Потому что с него падают... Блин, не падают. С него падают полезные вещи, которые мы уже не соберем. Так, и кто у нас умер? По-моему, у нас умер воин. Что-то по шапке похоже. Да? У нас умер воин? Так, два мага живы. Да, у нас умер воин. Короче, воины долго не живут здесь. Может быть, и смысла их делать никакого нет, учитывая их живучесть. Ну что ж, ладно. В таком случае ждем, когда к нам придет еще один гном. И надо попробовать сделать какую-то вылазку сюда. И плюс, соответственно, тесак пирата. Ооо, наносит 0,7. Подожди, дополнительный урон Х 0,7. Если умножить что-то на 0,7, это будет уменьшение. Не увеличение. Но я думаю, что они просто так странно написали. Так, ладно, тесак пирата. Можем сделать дополнительный урод зомби. Это вообще выгодно. И дарыть. Мне нужно по факту дарыть еще масло и что-то еще. Масло и что-то еще. И мы вполне себе спокойно можем бежать куда-то дальше. Блин, там еще крыс наплодилась хреново гора. Ну да, надо всех в любом случае делать с линжевиками. Пока, по крайней мере. И надо убить вот эту тварь, пока он сюда не прорвался. Потому что если он прорвется сюда, мало никому не покажется. Ребята, сделайте что-нибудь. И надо всех одеть в мифрил. Вон, потому что сейчас чувака загрызет крыса. Да убейте его, он сейчас прогрызет здесь. Мда. Надо, короче, качать книжки. Нужен хранитель душ для этого. Блин, еще один квадрат прогрызет и все. Качать книжки, хранитель душ, чтобы книжки были потрачены не зря. И всех одевать во всякие мифрилы, хренофрилы и прочую другую дичь. И надо денег зарабатывать. Мне нужно по-хорошему еще, наверное, тогда... Мы хотя бы одного Максика, хотя бы по одному по очереди будем себе кого-то делать. Хорошо, вкачать себе одного Мага. Мне нужно ему кольцо Мага. Он тогда и бегать будет побыстрее и вообще себя себя хорошо чувствовать. Так, кольцо Мага, где-то я его видел. Кольцо Стрелка. Вот, ну, кольцо Мага. Навык Мага повышает на 30% скорость перемещения на 15. На него нужно 40. Вот еще одну монетку откопаем. И, в принципе, можем забахать себе такое. Так, эликсиры манны можем делать хорошо. Железо сейчас все наберем, тоже, в принципе, неплохо. И отсюда можно камни надыбать. Ну, ладно, тогда пусть они пока это дыбают. Переносят и всякое такое. Может быть, еще что-нибудь интересное найдется. Рубит лес. На следующей серии мы тогда продолжим. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok